я вас приветствую коллеги вы на канале о сложном просто мне зовут сергей сегодня я blazer приложение превращу в модульное приложение которое умеет понимаете читать так называемые плагины начнем мы с самого простого самого очевидного шаблона который собственно говоря представляет visual studio и в создав его превратим его в модульный ну а там покажу некоторые фишечки которые в том числе использую вам желаю приятного просмотра поехали первым делом что мы сделаем мы создадим blazer приложение я его положу в папку бусти мне так удобнее назову его по образу и подобию колобонга ну пусть будет blazer модуларити какой-нибудь да нормально пусть так будет я шестая версия не понимаю почему нет 8 но неважно давайте создадим восьмую вернее создадим шестую потом поменяем ее на восьмую это делается очень просто дабл клик или здесь поставим версия фреймворка 8 это страшно сохранить эти запустим от приложения посмотрим что в нем теперь есть так царю это стандартное приложение которое генерируется из шаблона который собственно и создал и так есть ум есть каунтер который собственно как уничтожить если так можно выразиться но и фич да давайте теперь вот из этой штуки мы создадим модуль что предлагаю сделать мод ну давайте для начала посмотрим что он здесь у нас здесь есть фич то это каутер ну отлично давайте сделаем прошу вращения каунтер модулям что для этого нужно есть уже как бы такие штуки которые на самом деле microsoft про нас уже подумал и придумал и мы их просто будем сейчас использовать мы создадим новый проект который называется класс лайбрари по идее у должен идти здесь рейзер класс лайн именно рейзер класс лайн нужно взять я буду называть также по образу подобия колобонга пусть называется модуль и каунтер наверно вот так будет правильно нормально положим в ту же папку здесь я уже надеюсь до появился 8 фреймворк нажму далее ну и посмотрите здесь уже есть компонент помолчание кто называется компонент 1 или компонент если хотите я сделаю таким вот образом я удалю вот этот вот компонент вместе с ним еще вот эту бабку и и теперь возьму вот этот каунтер по идее я могу его создать но я вот так перетащу его просто вот сюда чтобы явно было понятно что я его именно перетащил отсюда вас собственно говоря я должен удалить из главного приложения ну а в этом в общем и в целом он как будто касается без каких-либо изменений что теперь теперь если запущу у меня не будет каунтера но это по моему очевидно а для того чтобы он снова появился я открою вот этот вот файл где есть роутер и вот это вот самое главное интересная фишечка которая называется additional assembly это как раз то что позволяет подключить в другие сборки понятное дело что мне нужно эту сборку для начала вот таким вот образом добавить референс я нажму это вот таким вот образом где-то тут есть project reference модуль я вот таким вот образом подключу и теперь я могу здесь создать ну вернее даже не создать а задать сборку но прежде чем не задать давайте я сначала запущу приложение покажу что и действительно нету я удалил этот компонент из приложения и для того чтобы в этом убедиться где мне приложение не запустилась давайте еще раз попробуем да вот приложение нажимаю на каунтер и как вы видите мы не можем найти этот адрес то есть у меня этого компонента нету но теперь для того чтобы его подключить мне достаточно написать edition assemblies мне здесь нужно написать вот такую конструкцию ну теоретически мне достаточно вот этого и здесь написать вот так здесь я хочу написать type of приложение которое буду добавлять он мне называется модуль counter и конкретно каунтер но мне нужна здесь только assembly и вот сейчас когда я запущу его у меня этот каунтер снова появится на странице как вы видите вот он снова появится и работает давайте теперь проделаем все то же самое но с другими модулями я хочу также модуль который индекс называется компонент сделать модулем и фич дата что для этого нужно ну соответственно без варианта до создать два новых проекта один из них будет пусть называется модуль ну допустим индекс ну да пусть будет индекс а нет хотите я хочу чтобы он был пусть будет модуль индекс неважно дальше вот и второе приложение и второе которое хочу создать проект называется класс library я назову его ну допустим пусть называется модулем вэда пусть так называется forecast я потом замучаюсь конечно его писать хватит дальше вот собственно говоря два я также удаляю эти папки они теоретически упс не нужны нет что-то лишнего вот так для вот эти удаляем вот эти компоненты они нам не потребуются а эти просто перетаскивать ну во первых смотрите давайте перетащим индекс в дел индекс надо понимать что индекс у нас использует survey prompt и мы по идее ну мы это смысле я и колобонга знаете так перетащим сюда и вот этот вот второй компонент соответственно вот этот и вот этот отсюда вам нужно просто удалить и как вы помните главное сделать еще референс я это сделал таким образом дабыл клик я проверил да вот модуль каунтер так я назвал по-разному давайте чтобы называть одинаково отсюда выберем слово колобонга я думаю что вы там особого смысла нету слава богу все переименовалось как нужно вот модуль каунтер модуль индекс да и модуль weather forecast так и смотрите я добавил индекс и по идее я могу сейчас запустить проверить что мне работает главное что мне теперь индекса здесь нету но опять же мне нужно добавить вот сюда еще информацию о том что у меня еще один модуль добавился здесь нужно поставить запятую а здесь я напишу индекс вот она и соответственно модуль меня индекс но обратите внимание что здесь люди все модули да в том числе этот я добавлю основной и главный он у меня потому что выступает в роли роута но смысле вроде маршрута который он должен собственно игровать то есть для роутера мы определяем маршруты соответственно в каунтере маршрут каунтер и сюда мы подключаем так соответственно каунтер индекс запустим приложение теоретически сейчас ничего не должно измениться все должно работать потому что остальные модули мы не перенесли вернее перенесли но не но не до конца мы их создали вот ну и теперь самое интересное я сейчас возьму вот этот вот fetch data и по большому счету также сюда перенесу и здесь начнутся некоторые проблемы давайте отсюда я удалю его почему проблемы должны начать ну во первых я должен также подключить сюда этот сборку вот она появилась отлично и также я должен добавить эту сборку сюда и пусть она называется модуль давайте вот так вот модуль webd forecast.fetchData у нас имеет маршрут fetchData отлично вот кстати проблема которую я говорил так как у нас есть зависимости нам нужно каким-то образом эти зависимости подключить как это можно сделать ну во первых давайте найдем где они сейчас подключаются это сделать очень просто я это сделаю вот таким вот образом программ вот смотрите по программ в файле программ есть вот этот вот подключение зависимости и по идее сейчас когда я запущу это приложение ну если конечно запущу нет я могу запустить потому что у меня здесь есть binary data да вот смотрите вот у меня есть data по большому счету я тоже должны перенести вот сюда и отсюда понимаете должен удалить собственно речь идет про то что у меня в одном модуле должно быть все что нужно для работы этого модуля соответственно если я сейчас не буду удалять этот webd forecast и запущу приложение у меня все как работало так и будет работать смотрим counter смотрим в это кликаем вот все как бы как нужно но суть сводится к тому что вот эта регистрация должна быть как-то в другом месте мы теоретически не должны это делать в этом модуле в шее так называем это должно приходить из этого модула как-то сделать давайте для начала основное приложение вот и теперь мы здесь создадим вот такой вот файл против таким способом воспользуюсь это будет сервис коррекшен так старшим пусть это будет сишарковский файл я сделаем и собственно здесь не теперь нужно добавить метод который зарегистрирует мой собственно говоря в этом сервисе находящийся сервис в это форкаст в коллекцию которую мне отдаст собственно говоря мблэйзер но в смысле шел и так я здесь напишу давайте тоже сделаем паблик тоже статик здесь пусть будет твой здесь напишем как у нас там беда фор каст сервис с наверное сервис или просто это беда форкаст вот соответственно беда тоже написал неправильно давайте напишем беда как слышим как и пишем здесь нужно сделать extension для сервис к коллекцию вот это у меня будут сервис с и теоретически я должен здесь написать сервис с как у нас там давайте прям вот так возьму отсюда и вот это вот выдержу и вот это вот удалю а здесь так вот напишу singleton собственно суть водится к тому что мы теперь регистрацию для этого класса вынесли наружу а в самом соответственно вот здесь в этом шеле так называемого оболочки мы должны написать services and weather forecast то есть мы сделали таким образом что как бы прокинули некоторый референс да на то что должно быть где зарегистрировано здесь одна строчка а здесь мы можем уже проделать все нужные нам необходимы манипуляции в том числе по регистрации других нужных или там ненужных например классов давайте запустим проверим что работаем counter ничего не изменилось в это форкаст также работают или как вы видите работают ну прекрасно собственно суть сводится к тому что мы разделили вот приложение на модули но проблема сводится к тому что вот эти модули они сейчас жестко связаны вот с нашим к этим шелла модуль вот эти референции этого первых а во-вторых вот здесь вот здесь указаны все необходимые сборки которые нужно подключить которые должны участвовать в этом самом роутинге которые этот соответственно шелл должен управлять я собственно хочу вам предложить другое решение которое немножко более гибкое и давайте на него переключаться давайте посмотрим что для этого нужно сделать прежде чем переключаться мне бы хотелось в эту конструкцию ну отсюда убрать она мне кажется громоздкой давайте здесь напишем о дурлес какой-нибудь а теперь создадим класс называется ап . реза . си с то и си шар и здесь у нас это будет подпишем паршал вот для нашего этого класса ап . а здесь я как раз создан паблик давайте так напишу проб и табуляция и нумер был мне здесь нужно а 7 плюс вот такие вот макаров или как я их там назвал модули исполнял да да вот они подключились и соответственно мне здесь нужно вот то что я скопировал оттуда вот сюда вот так вот вставить и и в общем то я могу теперь запустить и по идее ничего не изменится как бы первый шаг просто здесь удобнее работать вот мои модуля они доступны чудные замечательно что дальше ну а дальше как понимаете друзьям нам нужно все вот эти вот проекты связать какой-то одной сборкой и эта сборка у меня есть она называется колобонга апп-дефинишн для блейзера давайте я сейчас эту сборку установлю а после того как мы установим соответственно нужно будет сделать какую-то конвертацию собственно наших модулей вот в эти самые плагины так если можно выразиться блейзер апп-дефинишн вот я и говорю что нужно установить соответственно во все модули и сам shell здесь у нас что-то поломанка нет ничего нет все отлично проверим что сборка установилась вот до финишн есть вот теперь собственно давайте для начала переведем все модули на использование этой сборки это на самом деле очень просто так проверяем до сборка установлено теперь мне нужно сделать что во первых мне нужно сказать что у меня есть какой-нибудь ну давайте модуль каунтер ну пусть будет так модуль давайте я прям напишу каунтер ну пусть будет дефи нишу это самое то самое определение для этого модуля которая непосредственно у меня будет использована в моем боеволочке бейшел здесь мне нужно писать от дефинишн соответственно раз в этом от дефинишн не нужно сделать оверальд ну мне нужно странном случае вот этот вот конфигура сервис что мне здесь нужно сделать мне нужно в этом билдере в этих сервисах сделать регистрацию моего модуля ну давайте я выберу скоб собственно мне этого будет нормально теоретически он может быть и символ потому что не меняется со времени запуска но пусть будет скоб дальше мне нужно здесь указать что я хочу ай блэзер ай блэзер модуль вот и соответственно его реализация написать это у меня будет мол давайте буду всегда написать этот но туле каунтер блэзер или эти модули каунтер давайте но блэзеру так вот я напишу вот блэзер но ну то есть нейминг имеет значение вы потом наверняка поймете почему я так тщательно подхожу к этому соответственно а блэзер модуль и мне здесь нужно указать определенные свойства определенные значения так тайтл по большому счету это будет то что будет отображаться в самом шель пусть он называется каунтер мне этого достаточно дискрипшн ну по большому счету здесь можно написать все что угодно давайте так пишем бриф какой-нибудь модуль дискрипшн достаточно дискрипшн вот таким вот образом робот в данном случае у меня рот должен соответствовать моему род который описан вот здесь я открою каунтер и увижу здесь слэш каунтер мне сюда нужно написать слэш каунтер дальше матч эта система которая говорит как у меня должны подставляться так как у меня холл он должен на все матчатся ну на все роуты а этот только на префикс я этим собственно играть так и вот и сделать я разделю мне так удобнее и теперь этот модуль теоретически я могу вынести в отдельный файл давайте я так и сделаю ну и примерно то же самое мне нужно будет проделать для всех модулей в том числе и индекс но и я предлагаю это сделать вот таким вот способом у меня есть модуль каунтер модуль дефинишн по большому счету я могу их скопировать вам так делать конечно же не нужно вот потому что здесь есть возможность ошибиться я сделала бы так это у меня теперь много индекс и теперь я говорю что это у меня индекс здесь пишу ну по большому счету там написано холм пусть называется холм здесь у меня ничего нет это уже хорошо и я должен переименовать название пайла и в дефинишн я проделать тоже самое то есть адаптировать его к индексу это модуль индекс здесь соответственно модуль модуль индекс и здесь у меня уже будет новый модуль индекс вот получилось написать ну и собственно теперь нужно опять же переименовать чтобы не соблюдать чтобы не нарушать отчетности так сказать каунтер-каунтере здесь каунтер-дефинишн индекс байзер индекс это ну давайте я сделаю еще то же самое еще и будет для этого модуля я их скопировал и здесь также подготовлю название здесь модуль weather forecast давайте по хитрому я поступлю вот этот вот заменю ввод на этот вот это мне теперь не нужно здесь я скажу что это у меня в эдерфон каунтер-блазер на блоге да хорошо и соответственно мне не хочется я я очень дико извиняюсь за то что мне пришлось это все скопировать но я пытаюсь сэкономить время и это нужно платить тем что копирует и так в это forecast у меня имеет где-то тут вот он фич дата давайте я также скопируем вставлю вот сюда а здесь напишем вот так и напишем давайте напишем по коробкам пусть будет написано у эда так ну и тут разница в том что мне еще нужно вот здесь вот так как это у у меня матчится на все они роуты ну в случае если допустим роут не будет найден у меня здесь должен быть не префикс а соответственно пол почему так обратите внимание вот почему здесь вот здесь где-то вот шарит вот на меню вот здесь по умолчанию используется то есть по умолчанию вы здесь используется давайте покажу везде префикс потому что нулевое значение а для холма показывается ол ну а остальное соответственно префикс ну я сделал примерно таким же образом так собственно часть у меня уже отработала в общем и в целом у меня модули почти готовы за исключением того что мне для того чтобы эти модули каким-то образом прокинуть непосредственно в мой шелл мне нужно сделать вот такую штуку ну во первых я должен собрать дальше я должен его открыть найти папку бин найти дебаг найти дальше что там будет и вот этот вот колобонда модуль давайте его удалим вот этот модуль counter мне теперь этот модуль counter нужно так вот скопировать и куда-то ну давайте папку назовем модуль лес мне кажется нормальное название и в эту папку скопировать и так не нужно будет поделать для каждого модуля а это на самом деле не очень удобно поэтому я вам сейчас в данном случае проделаю это все в ручном варианте модули скопировать control v это все можно позакрывать и теперь еще вот в этом нужно собрать согласитесь это не очень такой приятный вариант и поэтому я сейчас это сделаю один раз и покажу как больше никогда не делать control c закрыть control v а теперь у меня модули собраны здесь дабл клик теперь нам вот вот эти вот не нужны и мы их удаляем нам не нужно больше связанные объекты соответственно для того чтобы они их связались заработали ну в общем и в целом нужно вот эту сборку должным образом настроить как это делается но тот тоже тут друзья все на самом деле уж просто вот мы делать это будем следующим образом так как у нас теперь вот этой связи нет мы ее удалим using beta forecast мы тоже удалим и мы сделаем вот что смотрите сами эти up definition работают следующим образом это такой кусочки мозаики которые собираются при старте для того чтобы они собрались давайте создадим там еще один ну во первых создадим папку которая называется и в этой папке я хочу создать первый definition который называется команд я в него сложу все то что сейчас лежит по умолчанию в созданном проекте в файле про грамм.сс а собственно сам этот definition естественно должен быть унаследован от up definition чтобы он стал стал тем самым definition и у него есть два метода один называется configure application а второй называется configure services ну если прям быть честным то вот это вот это сервис а вот это вот тот самый как она конфигура при кейш в общем то это я сделал я вот так положу прям совсем было наглядно и вот это вот я вот так вот заберу control c нет control x так и вставлю в конфигуры сервис а вот это вот все вот так вот заберу и ставлю и ставлю вот сюда конфигура application все у меня этот common definition вот он лежит собственно и у него есть две два метода которые по большому счету уже работают что мне дальше нужно сделать нужно сказать билдеру чтобы он подключил эти самые definition и это definition и как вы видите видите здесь появляется уже возможность указать папку где лежат мои модуль как вы помните я эту папку назвал вот так вот модулись я сюда так пишу модулись и соответственно раз у меня есть definition и мне нужно сюда еще подключить мой definition который только что создал называется common definition я его создал таким вот образом он у меня лежит в апп ну давайте так мне нужно подключить ассемблии где находится их definition и и эти definition и находятся у меня в моем шеле я возьму основной файл этого будет достаточно дальше когда у меня уже definition подключен нужно их использовать use definition в общем то все теоретически этот файл у меня больше никогда не изменится потому что можно добавлять вот эти definition в папку они сами будут автоматом подключаться давайте проверим что у нас это работает ну во первых сейчас уже мои модули начнут подгружаться при помощи вот этого definition то есть система работает следующим образом апп definition и который нугит пакет который ищет в папке модулись вот эти файлы находит их подключают и регистрируют их в сборке но для того чтобы прям полноценная регистрация прошла мне нужно переключиться вот сюда а вернее даже вот сюда и вот этот вот то что сейчас код не работает не давайте я даже его вот так вот сделаю я закомментирую потому что было понятно а вот здесь напишу модуль да модуль definition здесь модуль definition вот так вот здесь вот есть такая штука и здесь есть модуль с которые вернее ассембли с которым будут у меня подключаться собственно еще раз сборка находит эти две вирки регистрируют их ассембли и инстанции по большому счету я могу сейчас запустить и у меня сейчас пока ничего не получилось почему тут на самом деле все очень просто модуля они такие капризные в том смысле что у меня вот есть definition давайте сразу расскажу финишем имеет некоторые предопределенные параметры давайте вот это важно вот я почему сейчас чуть не не прокололся есть свойства и дебилет которая может включать или выключать дефинишем ну например смотрите я сейчас хочу создать новый дефинишем который назову там депренденсии депренденсии какой-нибудь тейнер нам потом пригодится и и мишу . сишарк вот я его создал естественно я должен следовать вот так дефинишем и суть сводится к тому что ваша система может работать на разных контурах на разных в разных окружениях например на юниксе на и на и windows и где-то нужно включать какие-то дефинишем какие-то отключают и если говорить про те возможности которые включают выключают модуль мне кажется это удобно помимо этого есть еще вот так и это будет работать если допустим у вас там допустим не дебаг да то есть дебаги это работать не будет и таким вот образом можно и подключить соответственно как только переключить в релиз это модуль отключается он просто не появится то есть это такая фишка которая включает включает модуль мне кажется это удобно помимо этого есть еще другая штука которая называется экспорты собственно вот те модули которые экспортировал из других сборок надо не забывать естественно их включать поэтому вот сейчас когда я сделаю здесь фишку поверает этого модуля экспортит равно труд то есть я хочу чтобы этот модуль все-таки экспортировался и этот мод ну например какой-нибудь фича менеджмент у вас включил и от этого зависит включается модули или выключается в зависимости от того какой контент хотите донести до вашего конечного потребителя так вот эта штука включает и включает этот сам модуль ну и вопрос к тому что мы опять вернулись раз у меня модули обновились теоретически я их должен отсюда удалить и заново сделать все те манипуляции которые давали мне возможность перенести эту сборку туда то есть скопировать там ставить и так далее я делаю немножко по-другому я использую давайте вот так откроем у меня есть гист есть есть возможность вот этот файл смотрите да вот я беру контроль c и вставляю проект мне нужно модуль каунтер чтобы быть по-быстрому да я вот так возьму и здесь у меня есть возможность где-то тут копии full pass я так вот и вставляю вот сюда control в пусть это будет так и теперь смотрите я когда нажимаю модуль каунт во-первых сохранить когда нажимаю я бил смотрим вас у данным бац появилась еще один модуль то есть я перекомпилировал смотрите она откомпилировала сюда его добавила теперь мне единственное что нужно сделать control c и соответственно добавить в этот модуль я нажимаю билд появился второй модуль я открываю еще один проект нажимаю здесь так вот это нам лишнее нажимаю сохранить теперь дальше билд и появился еще один модуль то есть я перекомпилил все модули ну и теперь соответственно когда я запущу эту всю штуку теперь у меня модули должны экспортироваться и на самом деле это правда вот они модули и вот они сборки здесь у нас есть вот что очень полезное смотрите у нас помимо модуля есть информация о том что этот модуль себя представляет ну вот если вот так вот сейчас не попадаю вот попал вот есть к модуле который подключен вот те самые counter префикс и название то есть это говорит о том что мы так давайте сейчас уберем breakpoint у меня модули ну как минимум и не есть единственное что у меня сейчас не работает моя фетч дата давайте дополним этот вариант я нажму стол здесь я нажму это нам больше не нужно вообще в принципе это тоже можно убрать а смотрите она не сработала потому что у меня нет зависимости зарегистрированы в моем контейнере поэтому я сейчас вот этот вот сервис с отсюда так заберу мне вот этот вот но по идее мне больше не нужен потому что я могу явно зарегистрировать все мои модули будет здесь и для этого нужно писать builder . сервис с таким вот образом зарегистрировать в это форкаст естественно мне нужно пересобрать я делаю rebuild и запускаю остальные мне модули без изменений проверяем что все работает counter кликается в это как видите все линдерится все отлично замерз за исключением того что давайте тоже покажу я допустим в это форкаст сейчас на все равно удаляю и запускаем как вы думаете сложно призвать и все правильно мне как было 3 так и так они и есть просто день не считается а почему потому что это захардкожина и это прям вот здесь ой особо ну вот здесь на меню вот или захардкожины все три робота все три маршрута давайте с этим тоже как-то поступим но посмотрите здесь на самом деле все очень просто давайте я один оставлю потому что его буду использовать использовать я буду вот таким вот образом мне нужно чтобы эта вся штука читалась из вот отсюда вот таким вот образом и в качестве коллекции опять возьму модули definitions вот она здесь есть instance а у инстанса есть модуль и мне вот эти вот модули нужно дать вот так вот я хочу их взять давайте так возьму as nav links вот такой вот это будет у меня extension который сейчас создам и в общем-то и в целом по большому счету мне теперь нужно здесь всего лишь навсего указать что я буду использовать хрев а пусть у меня будет хрев как раз давайте заведем переменную page details detail вот так да и соответственно я вот сюда поставлю для каждого линка у page details взять наверное здесь у меня хрев ну хрев это роут давайте сюда пропишем роут дальше мне нужно матч пусть он тоже будет из page detail match вот так вот назову ну и соответственно здесь мне наверное нужно все убрать здесь я вот так вот сделаю page detail title наверное будет правильное название да вот так вот наверное будет хорошо ну и единственное что мне теперь осталось создать этот самый extension и для этого ну давайте создам папку extensions вот таким вот образом в этой папке я давайте создам какой-нибудь ну не знаю пусть будет modulus extension вот так и здесь соответственно я создал этот самый статик экстеншн так паблик мы сейчас создавать экстеншн для нашего собственно говоря нового метода который называется а смотри я его скопирую с вашего позволения ну а здесь наверное было бы неплохо вернуть какой-нибудь так ну давайте во первых мы должны возвращать будем возвращать какой нибудь ассембли навлинг так вот link вот так вот ассембли навлинг да нормально и вот этот вот ассембли навлинг должен вернуть как экстеншн это будет this здесь у меня будет а и нумер балл здесь у меня должны быть ассембли хотя нет у меня там есть блэзер блэзер абдефинишн по-моему называется да блэзер абдефинишн и я обычно все экстеншн называю сорт чтобы было просто искать по коду и пусть так остается ассембли навлинг давайте его создадим я его создам допустим я его создам допустим вот так пусть это будет паблик рекорд ассембли навлинг ассембли навлинг и по большому счету мне здесь нужно spring это будет road наверное будет правильно написать его правильно дальше мне нужен title ну естественно чтобы я его и тот самый нав матч link матч вот так пусть это называется матч я его там по-моему так и назвал да она такая предлагает и по умолчанию он будет как ноль да да так хорошо за исключением того что я все таки неправильно написал матч так вот и теперь мне нужно здесь написать ну трансформировать мои blazer аппликейшн и собственно в тот самый формат который я собственно говоря хочу и так как здесь у меня source давайте так select main здесь у меня будут те самые модули это assemblies и дальше мне нужно нет 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 просто select давайте так напишу new assembly link мне всегда нужен x road x title title хорошо и x соответственно как я там уже говорил матч собственно игра все по большому счету мне здесь больше делать нечего давайте наведем красоту чтобы было понятно и так в assembly blazer будет браться из того самого blazer extension в который собственно игра соберутся из других модулей и там есть два типа blazer updefinition и assemblies из blazer updefinition мы возьмем role title это вот про это где вот вот это вот это вот это это iblazer модуль и он называется blazer updefinition то есть все definition вот этот вот этот вот этот вот этот соберутся в коллекцию из которых мы возьмем только модули превратим их в это и отобразим на UI запускаем так у нас есть ошибка ну конечно namespace помните у нас нету модуля который называется weather forecast ну и как вы видите его нету сейчас я закрою приложение остановлю его пересоберу проект ну например нет red build появился модуль запускаем ну и как вы видите вот он появился в этом то есть суть сводится к тому что количество модулей которые у меня могут быть они могут быть и отображаться и не отображаться и безусловно на вашей стороне принять решение каким образом отображать эти модули может быть какую-то фильтрацию сделать ну или если вдруг какие-то иерархические может быть даже сортировкой все это как-то там определить потому что сейчас сортировки нет я просто говорю что сейчас это сборка в открытом виде open source так называемый берите пожалуйста смотрите пишите обновляйте добавляйте давайте допишем ее вместе в конце концов ну и теперь наверное еще один вариант смотрите есть такая штука давайте перейдем в гитхаб хочется показать в том числе что еще есть гитхаб я уже в гитхабе я хотел написать blazer смотрите есть сборка которая называется blazer definition которую мы с вами успешно установили которая помогает вот в каком-то виде реализовать и бэкэнд есть сборка для бэкэнда называется sp.netcore updefinition и теперь я сделал сборку которая называется blazer updefinition которая позволяет blazer приложения разбить на части надо сказать что вот additional assemblies которые реализованы в blazerе они просто руки развязали то есть вы видели всего лишь нужно подсунуть этому blazerу сборки а он сам их раскидает соберет с них всех модулей ну а дальше уже дело собственно говоря тех пожеланий которые вы захотите сами себе реализовать суть сводится к тому что помимо этой сборки есть еще одна сборка которая называется template это по большому счету обратите внимание это всего лишь так называемый шаблон для visual studio и если допустим давайте я вот так вот покажу нет так вот покажу терминал в терминале есть возможность выполнить dot net new list нам покажет список установленных шаблонов давайте я сделаю побольше вот так вот и еще раз выполню вот смотрите сейчас здесь много чего есть на самом деле и я бы хотел заострить ваше внимание вот на чем для того чтобы сюда установить этот шаблон новый шаблон который позволит создавать что сейчас придется вам показать итак для того чтобы его установить нужно скопировать вот это и вот таким вот образом ставить ну естественно конечно выполнить вот шаблон установился обратите внимание колобонга blazer application definition . template это именно шаблон для visual studio после него появится вот такая вот штука давайте сейчас я запущу visual studio нажму новый проект выберу здесь я выберу здесь название blazer вот появился этот blazer модули sweet up definition я нажимаю новый ну давайте я выберу какой-нибудь снова допустим boosting давайте я вот так вот обычно делаю пусть называется shell 1 не важно как в конце концов создать далее выбираю dotnet 8 создать открывается проект создается который мы с вами только что создали то есть я вручную создал этот проект и превратил его в шаблон вот перед вами три модуля модуль counter модуль index модуль weather forecast и у них те же самые определения и папка модулей спустая здесь уже настроено автоматическое копирование вот оно собственно я установил шаблон создал из него проект и теперь могу просто давайте запущу без компиляции вы увидите что там уже все динамически подключено вот ни одной ни одного модуля нету это понятно ссылки дам в описании теоретически можете скопировать так зайти я собираю давайте так скопирую все три нажму собрать проекты смотрим папку модули опачки появились все проекты запускаем не получилось давайте еще раз запустим не получилось наверное все таки проект нужно собрать потому что сам проект не собран не получается собирается ну и вот собственно каунтер который как вы видите кликабельный weather forecast со своими внедрениями то есть это демонстрационный проект может послужить как основа для старта вашего приложения в общем в целом у меня все вам всего доброго и пишите правильный код до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...